Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я слышал, что каждый покемон имеет свою натуру и даже иногда это что-то делает со статами. Ну да, это мы знаем. Так, нужно включить полностью беговой режим и бегать постоянно уже. Это будет гораздо удобнее, чем постоянно нажимать кнопку B. Когда ты с покемоном ходить где угодно весело. Ну согласен, особенно если покемон действительно ходит с тобой. Это действительно круто, я очень жаль, что только в одной игре встречается, не считая Йеллоу. Хм, высокоскоростной старичок полной энергии. Ну-ка, кажется с ним нужно еще раз поговорить. Когда я был маленьким, я был горячим тренером. Вот слово совета. Поймай много покемонов. Но ты можешь таскать только шесть с собой. Если поймешь больше, они будут отправлены в компьютер. Они не сбегут от компьютера, так что здесь не о чем волноваться. Запомни то, что я собираюсь сказать тебе. Доверяй, относись к ним со всей добротой, так сказать. Ну да, в принципе полезный урок. Тем более, что дружба все равно покемонская повышается, если он повышает уровень или просто находится вместе с тобой в партии в первом ряду, так сказать. Так что ничего страшного, дружба она будет всегда. Я сражаюсь с тренерами на дороге, мой покемон проиграл. Они ублюдки. Я должен вернуть и... Ой, тьфу ты. Ах, ладно, короче говоря. Покемон нужно подлечить и все. Они ублюдки. Ты пытаешься увидеть, насколько хорош ты как покемонский тренер? Тебе лучше посетить покемонские стадионы по всему джоту и собрать бейджики. Так, сразу, прямо. Когда я стану старше, я стану геймлидером. Я сделаю свои покемонские битвы с моими друзьями, чтобы сделать их сильнее. Сделаю свои битвы, чтобы... А, ладно, неважно. Серв, конечно, нам еще очень не скоро пригодится. Нужно еще, правда, ловить покемонов для использования тех или иных хэмов. Нужно еще вспоминать, кого я ловил раньше. Ну, посмотрим. Город Черегров. Город... Буйствующих цветов. Буйствующих цветов. Бешеные цветочки набрасываются на людей. Жрут их. Этот компьютер бесплатен для всех тренеров. Это прекрасно. Я могу хранить любое число покемонов, и это все бесплатно. По-моему, не любое число. Там, кажется, 3000 или вроде того. Какое-то ограничение все-таки было. Коммуникационный центр наверху просто только что был построен. Но они все еще заканчивают его. Но мне там делать, конечно, нечего. Ни здесь, ни тут. То, что эти вайфайские штучки меня не интересуют. Да и в Покет-центре есть смысл заходить только, чтобы получить тот или иной ништячок от ивентового покемона. Вообще, в этой игре немало ивентов, но я только один из них активирую при помощи читерского кода. Потому что его иначе не получить, кроме как через код. Этот ивент важен для сюжета, поэтому его нужно будет обязательно использовать. По возможности, конечно же. Нужно еще дойти до места, где он проводится. Это еще будет не скоро, конечно же. Так, ну ладно. Сегодня все с этим городом, более-менее. Тотодайл блещет здоровьем. Красота. Если тот пострадает или будет отравлен, например, или парализован, то тоже будет это отмечать в своих репликах, так сказать. Когда я ходил в высокой траве, жуки отравили моего покемона. Я просто продолжил идти, но мой покемон сдох. Тебе стоит держать антидот с собой. Если ты продолжил таскать покемона с собой, пока он был отравлен, ты просто ублюдок. Тебе нужно самого отравить, скотину. Ой, кошмар. Не вы ни тренера, просто не знаю кто, короче говоря. Они... У них закончились покеболы. Когда они принесут больше с собой. Реально, когда у них появится больше. Я так понимаю, у меня с самого начала снова куча бабла при себе. Ой, не то, не то, не то. Хотел проверить свою карточку. Как тренера. Ну да, 3000 рублей. И сразу же спойлеры всех геймлидеров в этом регионе. Ну ничего страшного. Все равно я-то не запомню, как они там все выглядят. И все. В общем, ничего особо интересного нет. Ну ладно, включение начинается 19 октября. И надеюсь, что оно продлится, конечно, не слишком долго. Все-таки регион не такой уж интересный для исследования, к сожалению. Потому что ремейк это ремейк. И второе поколение, оно тоже не самое удачное в этом плане. С одной стороны. Фух, фух. Я сделал это. Я забыл об одной вещи. Это еще один знак от меня. Возьми его. Джон отдал карточку... Фу-ты. Карту города. Карту мира. Карту... Карту вселенной. Выбери Покегир на тачскрине, затем нажми городскую карту. Ты увидишь карту региона, на котором ты находишься. Покегир будет болезнен, если ты добавишь карты. Я желаю тебе удачи в путешествии. Какой добрый стричок, конечно. Хорошо, когда есть люди, которые так легко и бесплатно дают тебе те или иные вещи. Ну вот, собственно, и наш драгоценный регион Джото. Пока что только один. Финальная, так сказать, точка назначения находится еще очень далеко от нас. Правда, как и Лига, если я ошибаюсь, она находится где-то здесь. Или нет? Стоп-стоп-стоп. Лига, она вообще находится, кажется, в том же месте, что и Лига Канту. Потому что Джото и Канту, это соединенные одной дорогой два региона. И Лиги происходит в том же месте. В Платоне Дигу, кажется. Ну, короче говоря, перед нами огромный регион, который нам предстоит полностью исследовать по возможности. Открывая все новые и новые пути. Новых покемонов, новых друзей и врагов, так сказать. Ну, в общем, да, бла-бла-бла-бла-бла. Это мы так все прекрасно знаем, так что... Хватит болтать. Я и без того слишком медленно двигаюсь, так что стоит немножко приускориться. И, разумеется, стырить вещи, которые кто-то постоянно везде забывает. Я подкачал, кто-то давил до 10 лево. Но, конечно, этого пока что еще маловато. Нужно обеспечить более мощное преимущество в уровнях, чтобы в будущем драть всех. Без проблем, так сказать. Заливать в воду несчастных бедных пиджиков. Правда, покемонов у меня пока еще нет, так что мне ловить, к сожалению, их нечем. Ну, нужно будет не забыть это все-таки сделать. Поушен. Там, кажется, еще в компьютере, наверняка, есть один поушен. Может быть, хотя точно уже не помню. Да. Все эти деревья, кстати говоря, теперь уже не просто декорации, их можно все пнуть. И из пнутого дерева может выпасть покемон. Ну, в общем-то, и весь их смысл. Ох, ты носишь бегающие кроссовки. Они заставляют тебя чувствовать, как ты летаешь, не так ли? Но берегись диких покемонов и тренеров. Когда ты бежишь, шум привлечет их. Хорошо сказано, диких покемонов и тренеров. Дикие покемоны, дикие тренеры. Хотя тренеры просто сволчи на самом-то деле, они дикие. Как всегда, локации для серфа. Эй, ребеночек. Какого хрена ты прошел мимо моего дома или типа того? Стоять прямо там. Когда ты идешь на север, ты увидишь дом мистера покемона. Но прежде чем ты пойдешь, позволь мне закончить. У тебя есть априкорные? Априкорные деревья дают один фрукт в день. У меня есть одно из этих деревьев тоже. Априкорные это кое-что. Ты можешь сделать покеболы и другие вещи. Они довольно полезные. У меня есть чувство, что это полезно, так что я дам тебе кое-что. Что это полезно? Полезно и вкусно. С этой коробкой для априкорнов ты можешь собирать много априкорнов. Ты будешь настоящим априкорным коллектором. Внезапно. Может, ты устал меня спросить, хочу быть априкорным коллектором или нет? Ну, короче говоря, да. Нам, в принципе, ждали еще исчерпывающую информацию. Из вот этих вот ягодок можно делать покеболы. Различных типов. Вернее, не те покеболы, которые обычно продают в магазинах, а уникальные, со своими свойствами и так далее. Грнаприкорн. Прикрасный цветок назван, конечно, сокращением безглазных. Но толку мне, в общем-то, этого нет никакого. Я все равно не использую эти априкорны. Эй, коллектор априкорнов. Ты заметил, что априкорновые цвета отличны от дерева к дереву? Попытайтесь запомнить, какие цвета априкорны ты получаешь от каждого дерева. Да-да-да-да-да. Априкорны, прикорны, покеболы, это все особенно не важно. Все равно, если у тебя есть хотя бы дасткбол, ты уже, по сути, можешь поймать кого угодно. Просто играй в пещере или вечером. То-то-дайл тыкается в землю. То-то-то-дайл, конечно, странные манеры. Ну ладно, ей виднее. И, кстати говоря, да, мне еще нравится то, что покебол выходит не из покебола, а сбоку, так сказать. Потому что бегает постоянно сзади меня. Ну, в общем, довольно, так сказать, реалитично все выглядит, я бы так сказал. И гораздо приятнее, когда покебол действительно бок о бок с тобой, а не сидит в этом тесно-дурацком шарке, дожидаясь, когда ты его наконец-то выпустишь. Гораздо приятнее взаимодействие, опять же. Ну-ка, что там интересненького спрятали? Антидот. Ну, в принципе, стандартные вещи, разумеется. Тут мне никто мастер-болл не подарит с самого начала, к сожалению. Хоть бы дорогу расчистили, что ли. Но в самом деле, тут даже тропинка такая нарисованная есть, и все равно она перегорожена этим дурацким холмиком. Странные у вас, конечно, дороги в один конец постоянно. Покемон может использовать свои мувы так долго, как мувы имеют ПП. Когда мувы не остается ПП, покемон не может использовать мув. Тогда тебе стоит отнести покемона в Покет-центр. Ну, это мы знаем. Правда, я сейчас прошел омега-руби, я вообще даже ни разу не использовал ПП-апы, и мой Блейзикин абсолютно без проблем прошел через всю игру, и ни разу у меня они не закончились, поэтому, в принципе, можно и не париться даже с ПП. Они бесконечные так и так. Это Пиджи и Ратата. Судя по всему, у Пиджи какие-то глюки, он растягивается, у него глаз отходит от головы постоянно. Какой-то ужас. Иди, Ратата! Такл! Что? Это большая битва? Оставь тебя в покое. Большая битва, блин. Два идиота мелких. Прекратили мне дорогу. Ну, конечно, тогда просто не попасть пока что, пока мы не прошли по сюжетке нужную часть. Придется смириться с этим. Ну, как-нибудь, где-то лучше пройти. Безопаснее. Все равно хочется уклоняться от битвы и покемонами почаще. Они раздражать будут постоянно. Вроде бы преимущество я себе более-менее какое-то обеспечил, так что можно уже бы не париться. Наверное. Раз уж я собираюсь играть с новым одним покемоном в бою, то, конечно, нужно, чтобы он был идеальным. Чтобы мой Тотодайлик рвал всех абсолютно. Тотодайл выглядит так, как будто он хочет вести. Ну, веди меня, мой царь... Царикца, точнее... Нет, видимо, не хочет. Тотодайл хочет вести? Ну, давай, веди. Я вот стою позади тебя. Ты тыща пинка тебе. Нет, не хочет почему-то вести. Прикалывается, видимо, надо мной. Ты, наверное, Джон. Это был я, кто отправил эмейл профессору Элму раньше. Это то, что я хотел дать профессору Элму. Джон получил мистическое яйцо. Мой друг из-за кутика дал его мне. Я уверен, что ты не сможешь найти этот вид яйца в Джотто. Я думаю, профессор Элму может сказать, что это. Он лучше, когда это идёт к исследованиям покемонских эволюций. Вот реплика от знаменитого профессора Оука. Ты возвращаешься к профессору Элму? Вот, твоему покемону стоит немного отдохнуть. И вместе с этим я профессор Оук, исследователь покемонов. Итак, ты Джон. Я только что посетил моего друга, мистера покемона. Я слышал, что ты пошёл на услугу профессора Элма, так что я ждал тебя. О, что это? Редкий покемон. Я вижу. Ты, должно быть, помогаешь в исследованиях профессора Элма. Я думаю, я понимаю, почему профессор Элм дал тебе этого покемона. Ты доверяешь своему покемону с любовью и заботой, похоже. Ах, похоже, что ты хороший. Не хочешь помочь мне немного? Видишь, это последняя версия Покедекса. Он автоматически записывает данные покемонов, которые ты видел или поймал. Это высокотехнологичное устройство. Высокотехнологичная энциклопедия. Я хотел бы дать тебе её. Странно, обычно Покедекс даёт региональный профессор, а не сам Оук знаменитый. Иди, встреть много видов покемонов и заполни этот Покедекс. Но я задержался слишком долго. Мне нужно вернуться в Golden Road для моего радио-шоу. Джон, у меня есть чувство, что это не последний раз, когда мы встречаемся. Давай обменяемся номерами, просто чтобы быть на связи. Ну, видимо, по номеру можно будет ему сообщать свой прогресс в Покедексе или типа того. Ну, ладно, это всё равно опять-таки не важно. Извини, что задержал тебя и так далее. И отправляю тебя назад. Пожалуйста, убедись, что ты вернёсёшь его профессору Элму. Ну, куда же я денусь-то? Профессор Элмы сам, видимо, за мной придёт. Привет, Джон? Это катастрофа. Эм, это просто ужасно. Что тут мне делать? Это... О, нет. Пожалуйста, вернись сейчас же. Клик. Кошмар. Стоит только уйти, уже, оказывается, у нас проблемы начинаются. Кто-то кого-то атаковал, катастрофа, убийство, смерть, кишки. Это всё по мне, разумеется. Так что с радостью не несёмся на полной скорости назад. Пока мне ещё не заходили дикие покемоны новые. Эти всё ещё дерутся там. На чём там драться, спрашивается. Ну, ладно. Нужно ещё не забыть исследовать ту дорогу, по которой я уже бегал. На тот случай, если я мог что-то упустить интересненькое там. Ох. Ещё один пиджи. Я бы хоть один покебол, что ли, поймал его сразу же. А то потом тот ударил, станет слишком сильным, он будет убивать всех с одного удара. И мне уже будет гораздо труднее поймать какого-нибудь маленького покемона с низким уровнем. Ну, конечно, это не сильно большая проблема. Большая проблема в том, что постоянно выскакивают новые, новые, новые. Даже не успеваешь, блин, одного убить, тут же второй вылезает. Свощи упрямые. На, скотина. Готов. Фух. По крайней мере, в Блэк я уже смогу включить чит-код на превотвращение появления диких покемонов. Но здесь, к сожалению, такого пока что ещё нет. Хм. Кстати, что-то мне подсказывает, что я сейчас не дойду так просто до профессора Элма. Что-то меня может задержать здесь. Недолго, конечно, но всё-таки. Я угадал. Ты получил покемона в лаборатории? Какая глупость. Этот покемон, этот покемон слишком хорош для такого урода, как ты. Ты понимаешь, что я сказал? Что ж, у меня тоже есть хороший покемон. Я покажу тебе, что я имею в виду. Что ж? Продолжение следует... Продолжение следует... Конечно, кто бы ты ни был... Ты хочешь знать, кто я? Я собираюсь быть величайшим покемонским тренером в мире! Кого ты мне это напоминает? Не Блю, случайно? Верни её, это моя тренерская карточка! О нет, ты видел моё имя! Да-да-да, я видел твое имя, фамилию, где ты живёшь, сволочь! Я тебя поэпи вычислю, скотина! Хам такой, однако, а? Ну, конечно, отгрёб, но всё-таки это... Видимо, не первый раз, когда мы встречаемся. Вот-фу-то, не последний, точнее. Ведь, в конце концов, это очевидный райвал, судя по заставочке в битве с ним. И оригинальной музыке. Так что, да, этот парень не так прост. Блин. Я просто вступил в траву, и на меня тут же уже напали. Кошмар. Такое ощущение, как будто я хожу-то не по траве, а по чьим-то головам. Раз уж после каждого шага выскакивает какой-нибудь покемон, оттоптанный моими тяжёлыми сапожищами. Левел ап. Так, неплохо. Ну, вообще, всё равно странно, конечно, что битва с Трайвелом уже была после того, как я мог покачаться хоть до 50-го уровня на этих мелких покемошках. Так, ну, это, конечно, мелкая претензия. Блин. Покажусь назад через все эти огромные дороги, просто замучаюсь драться всеми подряд. Придётся, конечно, прокучивать такие вот скромные битвы с дикими покемонами. Всё равно толку от них никакого нет. Пока я всё равно не имею возможности получить покебоны для использования того или иного хэма. Ну-ка, ага. Так и знал, что что-то есть интересное. Хотя это всё равно не покебол, так что, какая разница. Тут, да, похоже, хочет вернуться в лабораторию. Чё это значит? Она хочет от меня уйти, что ли? Вернее, она. Блин, всё время путаю. Ну ладно. Хочет, а хочет. Хотя может не волноваться, конечно. Просто подсказывает по сюжету, куда нужно идти, видимо. Если я вдруг забуду. Примерно как, если вспомните, в Эмиралде, когда мне подсказывали члены команды Аква, куда нужно пойти и что там делать, чтобы найти их лидеров. Ой, да уж. Блин, разница на 9 уровней, всё равно я могу убить с одного удара. Какая-то несправедливость. Вроде бы Скрэйч довольно мощная атака. Кажется, 40 гистам, кажется, должна наносить. Ой, ну ладно. Бежим, бежим, со всей дурой бежим. Вдруг мы успеем ещё предотвратить катастрофу. Предотвратить катастрофу, да, предотвратить. Хотя, судя по всему, катастрофа уже побежала мимо меня, пока я с ней дрался. Я бронила свою карточку. Ну-ка. Ага. Там, где стояла катастрофа, лежит зелье из его кармана. Жалко, что не мешок денег. Кто ты? Мы следуем... Мы расследуем преступление по попавшему покебону здесь. Правило номер один. Кто бы ни пришёл, вернее, кто бы ни сделал это, он вернётся на место преступления. Ой-мой, ты, должно быть, тот, кто сделал это? Стоять, мать твою! Он ничего не делал. Я видела это. Это был мальчик с красными волосами, смотревший в здание. Что? Ты сражался с этим мальчиком? Он должен быть тот, кто сделал это. Ты узнал его имя? И в этом месте можно выбрать любое имя для своего будущего райвала. Ну, конечно, я предпочитаю оригинальное имя, поскольку... Раз уже его так называли, то есть стоит использовать официальное имя, не так ли? Если уж это не мой персонаж, разумеется. Его официальное имя Сильвер, как ни странно. Правда, к Соникам он не имеет отношения, конечно же. Хотя, всё-таки какая-то похожесть есть. Я понял, так Сильвер было его имя. Да. Спасибо за помощь в моём расследовании. Моя следующая цель это искать этого красноволосого индивидуала. Наркомана. Джон, я рада, что они поняли, что ты невиновен. Увидимся позже. Как будто я сам не мог этого доказать прямо. Или профессор не мог этого доказать. Джон, это ужасно. Ах да, что там за большое открытие мистера покебона? Джон отдал мистическое яйцо профессору Элму. А, это яйцо, не так ли? Это яйцо может быть чем-то, что я никогда не видел. Но это всё ещё просто яйцо. Мистер Покемон всегда безумен от яиц. Что ж, раз он дал его нам, мы должны понять, какой секрет он содержит. Я придержу его какое-то время, чтобы понять всё о этом яйце. Что? Профессор Орг дал тебе Покедекс? Джон, да правда? Это невероятно. Он и просто прекрасно видит потенциал людей как тренеров. Ого, Джон, я знал, что ты немного отличаешься. Вещи становятся веселее. Твой Покемон, похоже, правда тебе нравится, и ты ему тоже нравишься. Так что, почему бы тебе не пойти вызывать Поке-стадионы? Если ты сможешь победить все стадионы, ты, возможно, даже сможешь вызвать Поке-лигу и чемпиона. Или нет? Ха-ха! Обнадёжил. Становиться чемпионом это не так уж легко, но ты можешь вызвать лидера города Вайолет. Джон, вызывать лидеров стадионов, это будет длительное путешествие. Прежде чем ты пойдёшь, убедись, что ты поговорил с матерью. Ну, куда же я денусь-то? Не сдавайся, я по звуку только узнаю об этом яйце. Есть только один Покемон остался. Уизбители раньше, но это позади вот этой стеклянной стены, ничего плохого не может произойти, или типа того. Ну, ладно. Здесь был огромный шум снаружи. Когда мы вышли посмотреть, кто-то похитил Покемона. Вздох. Этот похищенный Покемон. Интересно, как он продвигается. Говорят, что Покемон, выращенный плохими людьми, становится плохим сам по себе. Ну, как сказать. Эконс и Кофин, Джесси и Джеймсон, например, не стали плохими. Они так сказали, что плохие могут быть тренеры, а не Покемоны. Так, это было, кстати, довольно неплохо отмечено. Хм. Хотя Покемоны все равно служат, к сожалению, всем своим тренерам. И это не очень хорошо. Так, стоп, это я опять пришел к этой лире. Меня она не волнует, хрен с ней. Нужно подупредить мамочку и идти, как обычно, в свое огромное путешествие. Это всегда. Покидать дом. Итак, ты уходишь в приключения. Ладно, я помогу тоже. Но что я могу сделать для тебя? Я знаю. Каждый раз, когда ты получаешь призовые деньги, я сохраню их для тебя. В длинном путешествии деньги важны. Ты хочешь, чтобы я сохранил твои деньги для тебя? Нет уж. Я сам их сохраню. Ладно, но будь осторожен там. Покемоны твои друзья. Когда ты работаешь как команда, ты можешь что-то делать. Теперь подвигайся. Если не ошибаюсь, можно действительно сохранять деньги у мамы, как в банке прям такие. Я на время времени буду даже покупать какие-то вещи на них, кажется. Редкие вещи, вроде бы. Но я в этом смысла все равно не вижу. Мне мои деньги нужны больше для себя. Мне пытаются покупать там максы тела и всякие, и так далее. И очень полезные вещи, так что... А вот ты где. Джон, ты можешь поймать дикого покемона с покеболами. Следуй за мной. Че вы делаете? Эээ, просто вот так. А? Это было слишком быстро? Я попробую снова. Эээ, иди сюда. Вот так? Что он там вообще сделала? Просто попрыгала на месте и все. Ну, типичная демонстрация. И разумеется, у нее откуда-то, видимо, 50 покеболов при себе имеется. В то время как у меня только куча денег. И ничего больше. Кстати говоря, она не является райвалом. Мы с ней драться не будем, насколько я помню. Вообще ни разу с Лирой не деремся. Абсолютно, полностью. Что довольно странно. Ну, в принципе, как из Даун. Из Платинова. Мы вроде бы тоже с ней не деремся, только вместе в компании против врагов. Райвал только один, короче говоря, здесь. Это Сильвер. 20 покеболов. И где она их носит вообще? Откуда их достала? Стырила, что ли? И, кстати говоря, Синдеквилла она тоже не возьмет. То бишь, третий стартер покебо так останется лежать в лаборатории Элма. В отличие от Платинова, например. Видишь? Просто вот так. Лучше понесить здоровье твоего врага больше, чем я сделала. Или усыпить его, или что-то типа того. Ты можешь попытать все виды вещей, чтобы увидеть, как это работает. Я дам тебе вот это. Удачи. Поке-шары, прекрасно. Увидимся. Ну, по крайней мере, в этот раз без вылетов. Потому что у меня обычно на этой кассете, когда появляется Лира, вылетает игра. По крайней мере, вылетала раньше. Но ничего. Так, мне нужно еще вспомнить, кого мне нужно поймать. По идее, нужно Ратату поймать. Все-таки мне нужно будет, в первую очередь, выучить Кат. Так, все равно, если что, покебона можно будет положить... Положить обратно в Камп Друктер. Поэтому ничего страшного. Поймать было бы сейчас, как раз таки, неплохо. На тот случай, если я уже в ближайшее время обзаведусь ТМом. Или можно Сентр это поймать. В принципе, почему бы и нет. Ладно. Попробуем. Главное, его не замочить случайно. Так, есть. Идеально просто. Потом я, конечно, уже обзаведусь более уникальными покемонами, которые можно... Которые могут использовать много различных ТМов сразу же. Чтобы максимально сократить количество членов моей команды. И освободить место для легендарного покемона в будущем. Ну, в общем, как обычно, все. Есть. Сентрет пойман. Он, кажется, может выучить Кат, если мне не изменяет память. Я точно уже не помню. Ну, ладно. Если что, поймаю с его помощью кого-нибудь в будущем. Скаут покемон. Ура. Теперь я смогу драться в двойных битвах даже, в том числе. Нужно постараться поймать Зубата. Зубата, наверное, чтобы сделать еще одного Кробота в будущем. Сделать. Ну, в общем, выдрессировать. Или, как это еще называется, дофренд шипить. Хе-хе. Тут Дайл выглядит, как будто он хочет повезти. Веди, веди меня мой друг. Вернее, подруга, получается. Ой, странно. Мне еще, кажется, не хватает одной опции в моем интерфейсе. С покер-герами и всем прочим. Правда, не помню, что это будет. Ну, вроде бы все основное мы уже получили. Теперь, кажется, мы просто действительно можем отправляться в полноценное путешествие. Все обучающие миссии закончились. И можно теперь спокойно идти и исследовать всю эту местность вокруг. Весь этот интересный и неограниченный, чем мир. Единственное, что неудобно, постоянно вылезать в Поке-гир, чтобы открыть карту. Ну, ладно. Пока что, в принципе, у нас выбора немного. Можно еще пойти по дороге 46. Но там, кажется, просто тупик. Туда невозможно никак пройти пока что. Там, опять-таки, эти дурацкие холмики, перековающие дорогу тебе полностью. Так что придется идти по линейке пока что. До города Вайолет. Ну, да, как было сказано. Первый стадион, который нас ожидает там. Из этой серии, конечно, далеко не уйду пока что. Ну, хотя бы закончил обучающие миссии, и то хорошо. Так, вроде бы все с городом. Можно сваливать отсюда пока что. Ура! Несемся на встречу приключения. Ну, в очередной раз, конечно же. Ничего нового, конечно, в этом уже нет. Ну и ладно. Я все равно рад. Рад в очередной раз начать прекрасную игру. В которой будет интересно поиграться. Метапот. Странно. Метапот в уровне четвертого не бывает, вообще-то, если я ошибаюсь. Ну, ладно. Конечно, не охота драться со всеми подряд, пока со всеми подряд кого-то встречаешь по дороге. Но смысл в этом все-таки есть. Может быть, его поймать? Не знаю. Ну, просто на всякий случай. Метапот, он может эволюционировать в Баттерфри, кажется. А в Баттерфри есть какой-то толк? Вообще-то даже не знаю. Ну, ладно. Если понадобится, потом поймаю уже. Мне пока что хватит одного покемона в компании. Уже потом просмотрю списочек и составлю из тех, кто мне нужен в будущем. Я проиграл, так что пытаюсь найти больше покемонов. Постой, ты выглядишь слабым. Давай, давай подеремся. Вот козел мелкий. Вот такой мелкий козел. Увидел меня и посчитал, что я слабенький. Только поэтому на меня напал. Это же не честно, не так ли? Нападать на тех, кто тебя слабее. Ну, вернее, ему кажется, что слабее. Хотя, конечно, немножко не так. И сейчас он об этом в горько раскается. Потому что решил, что я слабее. Хе-хе-хе. One hit. О, обожаю это. Ой. У меня закончились покемоны, которые могут сражаться. Закончились. Он у тебя всего один был, наркоман. Эй, могу я получить твой номер? Я позвоню тебе, чтобы сразиться. В отличие от Эмералда, здесь тебя спрашивают, хочешь ли ты давать кого-либо в телефонный номер или нет. Ну, ладно, добавлю. Так уж и быть, мне не жалко, в принципе. Пусть у меня будет больше тупых уродов, которые будут мне постоянно названивать. И беспокоить меня в важный момент. Я позвоню тебе, когда я смогу сразиться. Ну да, добавляются все эти любители рематчей в будущем. Ты покемонский тренер, не так ли? Когда ты должен сразиться? Кому это я должен, интересно? Ну, вернее, я, по-моему, сказал не must, а have to. То бишь, тебе следует сразиться или типа того. Я ещё долго изучал, помню, в школе эти моменты, отличающие have to от must to. Эх, тьфу ты. Чё, к чему это всё сейчас говорю? Время, конечно, летит незаметно. И в серии тоже нужно, конечно, стараться не затягивать. Всё-таки полчаса это уже нормальное такое среднее время. Так что это, в принципе, вполне хватит. Ратата, ещё одна. Странно. Он войдёт раз только Пиджи с тем пацаном другим. Один пацан с другим пацаном, с третьим пацаном. Короче, вы это все бесполезные тренеры, которые даже при матче не смогут ничего со мной интересного сделать. Ну, я имею в виду выпустить сильного покемона, который надерёт мне задницу или типа того. Нет, сюрпризов не будет, к сожалению. Или к счастью. Это странно, я раньше выигрывал. Раньше выигрывал. Потом припался настоящий соперник. Стать хорошим тренером, правда, сложно. Я собираюсь сражаться с другими людьми, чтобы стать лучше. Да-да-да, надейся, наивный, наивный, наивный ребёночек. Да. И похищать, не похищать чужих покемонов. Это всё равно невозможно. Если покемон пойман, в него уже невозможно кинуть покебол. Вернее, он не может активировать. Активироваться. Я не тренер. Но если ты ищешь... Если встретишься с одним из них глазами, приготовься к битве. Ну, ладно. Мне пока что нужна последняя витта, чтобы ещё разок качнуть кто-то Дайла. И Каторпи. Прекрасно. Самый лучший выбор. Левел ап. Так, ну пока что картина, конечно, такая, что обычная така всё равно гораздо сильнее, чем специальная. Ну, ладно. Если она всё равно специальная, будет выше, чем защита. Согласно характеру, кто-то Дайл, это будет всё равно хорошо. Кто-то Дайл выглядит, как будто он хочет повезти. Вернее, не он, а она. Правда, стоит отметить то, что в этих репликах пишется обычно it. It, то бишь, не he или she, а именно что it, то бишь, оно. То-то Дайл, это не... То-то Дайл, это вообще какое-то облачко, получается. Бесполое, судя по всему. Нет, конечно, есть бесполые покемоны. Всё-таки можно было уже, в союзе ради, обращаться по-нормальному к покемонам, не знаю. Ну, ладно. Скоро продолжим. Пока что стоит немножко отдохнуть и подготовиться к следующему долгому путешествию. Нас пока что всё ещё ждёт. Открытый мир. Я буду стараться отмечать на карте, разумеется, все свои прогрессы по прохождению всей этой местности. Ну да посмотрим. Скоро посмотрим, что нас там ждёт ещё дальше. Посмотрим, посмотрим, ещё раз посмотрим. Потом. Субтитры подогнал «Симон»